Советник главы Офиса Президента Украины в нашем эфире. Михаил, здравствуйте. Михаил Михайлович, приветствую. Да, добрый вечер. Новость, которая наверняка вам известна. Евросоюз с февраля уже передал Украине более 1 тысячи ракет и готовит к передаче еще около 1 миллиона боеприпасов калибра 155 миллиметров. Об этом заявил Жозеп Беррель. Насколько это важно, насколько это много, как сложно было добиться вот этого вот, ну, на данном этапе это обещание, да, миллион. Есть ли уверенность, что оно будет выполнено? Хороший вопрос. Вы знаете, давайте исходить из того, что, конечно же, такого типа войны, такого типа объема войны, интенсивности, масштаба войны никто не готовился. Европа, конечно же, тоже не вкладывала столько денег в производство тех же снарядов тяжелых калибров. Ну, вы понимаете, да, какой интенсивности война, что миллион, это считается достаточно сейчас маленьким объемом расходных материалов. Поэтому, конечно, все перестраивается. Военно-промышленный комплекс европейский перестраивается, перестраивается наше взаимоотношение с партнерами. Наконец-то, это очень важно, наконец-то наши партнеры четко понимают действительно, что мы не просто там абстрактно говорим о каком-то там количестве того или иного инструмента для ведения войны, что мы четко математически точно объясняем, почему такое количество необходимо, исходя из встречного анализа, какой ресурс использует Россия по линии фронта. И, конечно же, очень хорошо, что изменился у них подход. Безусловно, очень важно, что создано такое, скажем так, коллективное неформальное агентство, которое будет заниматься первое либо поиском снарядов уже существующих на каких-то складах, где можно это будет найти, а второе – инвестировать в резкое наращивание производства, собственно, в ускоренное производство как таковое. Что касается, важно ли это, это ключевой на сегодняшний день инструмент. Я вообще считаю, что сейчас три ключевых инструмента. Первый – это снаряд, потому что он обеспечивает, собственно, давление по всей линии фронта, он обеспечивает контрабаторийную работу, он обеспечивает максимально быстрое уничтожение живой силы и техники оппонентов. Второй инструмент, который очень важен – это дальнобойная ракета, несомненно. К сожалению, эти переговоры тоже продолжаются, они идут интенсивно на разных направлениях. Есть, естественно, информация о том, что Британия первая готова пойти навстречу Украине, понимая важность уничтожения российского логистического обеспечения на дальних подступах, на подступах, ну, имеется в виду на расстоянии 100 плюс километров. Это второй инструмент – дальнобойная ракета. Ну и третий – наиболее тяжело сейчас идут переговоры, но я думаю, что мы тоже этот вопрос решим. Президент держит этот вопрос на контроле. Это авиационный компонент с учетом того, что делает Россия по и линии фронта, и по приграничным регионам, имеется в виду Сумская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области. То есть Россия там использует тактическую авиацию, используют управляемые авиационные бомбы, используют баллистику. Все это можно перехватывать исключительно тактической авиацией, то есть истребителями F-16 прежде всего. Заявление Борреля прозвучало во время онлайн-выступления на саммите по вопросам обороны и безопасности в Брюсселе. Кстати, у нас в Брюсселе Алексей Мацуко сейчас находится шеф-редактор Freedom, поэтому в продолжении нашего эфира смотрите большой репортаж оттуда. Но заявления, которые прозвучали, они вообще ранее, но во всяком случае, так громко и во всеуслышание не были произносимы. В частности, например, о том, что мы не можем, те, кто говорят, это практически цитирую Борреля, те, кто говорят Боррелю о том, что, возможно, следует отказаться от поддержки Украины и предоставления Украине помощи, глубоко ошибаются. Ведь если так произойдет, в дальнейшем Россия легко оккупирует Украину, а дальше ждем российские войска уже на границе с Польшей, и ситуация может в корне измениться гораздо хуже, чем она на сегодняшний день является. Это подобные изменения позиции, или даже не изменения позиции, а подобные заявления. Благодаря чему они стали возможными? Почему сейчас звучат именно такие заявления? Хотя еще относительно недавно больше заявлений звучало о том, чтобы, ну, может быть, сесть за стол переговоров, ну, может быть, уже стоит договариваться о чем-то? Давайте сразу договариваться не о чем и не с кем. Все-таки эта война очень кровавая и очень четко зафиксировала Российская Федерация, что в таком виде, если она продолжит существовать, риски чрезвычайны. И вот это главное изменение в глобальной, ну, в данном случае мы говорим о европейской, в европейской политике. Есть абсолютно точное понимание рисков, с которыми будет связана и Европа, не только Украина, я подчеркиваю, Европа, если Россия не пойдет по пути трансформации. А пойти по пути трансформации такого типа государства, каким является сегодня Российская Федерация, это классическое авторитарное государство, может только после обрушения главного мифа. А главный миф у России был всегда, что она имеет право безнаказанно заходить на чужие территории, совершать там массовые преступления, нести за это никакого наказания. И, соответственно, они продавали собственному населению величие Российской Федерации. Вот осознание европейцами, то, что просто где-то посередине договориться, то, что можно продолжать вот эту практику, которая доминировала в Европейском Союзе, начиная с 1997 года, ну или более четко выражена была с 2007 года, когда почему-то в Европе посчитали, что российский капитал, российские деньги, прежде всего энергетические деньги, будут гарантами от того, что Россия не будет себя вести вот так, как она ведет, в данном случае абсолютно полностью нарушая международное право как таковое, вот это уже умирает. Эта политика, ее называли почему-то реальная политика, реал политик, да, она не рабочая. И, соответственно, есть понимание следующего. Россия, если не проигрывает в полном смысле этого слова и не идет на трансформацию, будет делать следующее. Первое, она продолжит уничтожение либо в горячей, либо сначала в холодной накопительной войне Украины, несомненно, расширяя здесь свое плацдарменное присутствие. Второе, она будет активно инвестировать деньги в международный терроризм как таковой. Третье, она будет дальше эрозировать международное право и международное право, в принципе, перестанет существовать. Четвертое, Россия будет поддерживать экспансионистские агрессивные намерения других стран, таких как, например, Северная Корея, как минимум для того, чтобы они в своих регионах тоже атаковали другие страны. Пятое, Россия будет инвестировать очень много денег в радикальные течения в тех же европейских странах, создавая там, прямо в конкретных странах, нестабильности как таковые, участвуя в политических процессах, в политических выборах, опять же, пытаясь эти выборы исказить. Дальше, Россия будет инвестировать очень много денег в инфраструктуру политических убийств массовых. Дальше, Россия будет инвестировать коррупционные деньги в скупку бизнесов смежных в тех же странах, ну то есть пытаясь интегрироваться в эти бизнесы и так далее. То есть Европа получит эпоху нестабильности, которая приведет к максимальной каотизации и к доминированию, к тотальному доминированию авторитарных практик России. Вот что получит Европа. Они это понимают уже, они видят, что Россия действительно абсолютно не собирается возвращаться в рамки международного права как таковое, что для России не существует никаких ограничителей юридического характера, что Россия понимает только удар встречного типа, только насилие. Грубо говоря, сейчас Европа абсолютно точно понимает, что в Европе есть одна страна, давайте это зафиксируем, одна страна, которая способна, к сожалению, для нас мы платим за это большую цену, но которая способна вот в таком прямом, непосредственном бое-столкновении с Россией выдержать все и нанести жестокий встречный удар. И, соответственно, Европа заинтересована в том, чтобы Украина получила весь ресурс, который нам нужен. Да, тут есть маленькая отговорка, почему, собственно, переговоры все время идут, и мы не имеем в полном объеме то, что нам бы хотелось, потому что, во-первых, бюрократия, во-вторых, все-таки логистика, в-третьих, все-таки нужно перераспределить бюджеты, ну, имеется в виду, потому что, еще раз подчеркиваю, Европа последние десятилетия выходила с военных рынков, ну, то есть, грубо говоря, не инвестировала в военное производство должного объема денег. Ну, и, наконец, четвертое, Европа понимает, что Украина действительно, исходя из своих морально-волевых качеств, способна, что Украина, действительно, исходя из своих морально-волевых качеств, способна довести эту войну до единственного возможного логического завершения, до фатального или, там, скажем, фундаментального проигрыша Российской Федерации. Да, Михаил, вот вы сказали, что Европа уже понимает, что Россия принимает только язык силы, да, только силой можно разговаривать с Россией. В этом контексте, скажите, пожалуйста, поставки в Украину британских ракет Storm Shadow, можно ли допускать, можно ли использовать эти ракеты для нанесения ударов по военным целям за пределами Украины? Давайте так. Во-первых, давайте дождемся официального подтверждения со стороны наших вооруженных сил, Генерального штаба вооруженных сил, ну или подтверждения со стороны Верховного главнокомандующего. Это очень важно, потому что авансово мы много всегда всего слышим. Главное, когда оно уже есть в стране, я имею в виду подтверждение то, что уже есть в стране, что мы можем применять его, и, соответственно, оно будет решать те или иные задачи. То есть немножко надо подождать. Еще раз подчеркиваю, авансово оно всегда хорошо звучит, но мне больше нравится прагматизм, жесткий, конкретный прагматизм, потому что это война, это жизни и так далее. Это первое. Второе. У нас есть чрезвычайный объем целей, которые находятся на оккупированных территориях. Их очень много. В том числе на оккупированной территории полуострова Крым, где очень много складских помещений, где очень много ресурсных баз, топливных баз, снарядных центров, где очень много накопительных баз, ну или нет, где накапливаются инновационные резервы. Нам есть что уничтожать по всей территории, по всей оккупированной территории. Очень важно. Третья составляющая. Мы ведь не Российская Федерация, правильно? Для нас не важна эскалация войны. Мы не ставим во главу угла максимальное расширение боевых действий, ну то есть расширение театра боевых действий. Для нас принципиально важно уничтожить оккупационные группировки, которые находятся на территории Украины полностью. Этого достаточно, поверьте мне, потому что… И тут я перехожу к тому, что происходит в Российской Федерации. Россия, во-первых, сама наносит удары, потому что у них ненадлежащее качество военной техники, ненадлежащее качество подготовки военных специалистов. Они, видите, наносят удары сами по приграничным территориям. То есть, грубо говоря, бомбы у них падают, самолёты падают на территорию, на собственную территорию. Второе. Там растёт количество протестного движения, причём такого силового характера, протестного движения, партизанского характера. И эти эксцессы по мере утраты управляемости, утраты управляемости силовой вертикали будут только нарастать. Это очевидно. Третья составляющая. По мере финализации войны, по мере того, как мы будем наносить эффективные, разрушительные удары на оккупированной территории, оккупационной группировкой, они будут отступать, и, соответственно, хаотизация на приграничных территориях будет нарастать. То есть, грубо говоря, будет много людей, которые будут очень испуганы и которые получат возможность бродить по вот этим, скажем, приграничным территориям Российской Федерации. Мне кажется, всё, что там будет происходить, оно будет чрезвычайно ужасно, но нам даже туда вмешиваться не надо. Мы будем с вами смотреть за тем, как Россия платит обязательную цену за начало такой масштабной войны. То есть она пройдёт через разрушительные внутренние гражданские конфликты. Это уже несомненно. Это не приведёт, я тут хочу сразу сказать, те страхи являются беспочинными, которыми до сих пор немножко страдают наши партнёры, ну, часть элит наших партнёров. В России не произойдёт тотальное обрушение и распад страны, нет. Там будут внутренние объёмные гражданские конфликты, которые будут связаны за войной, за перераспределение влияния и за перераспределение территориального влияния, в том числе и отраслевого влияния, и ресурсного влияния как такового. Но, тем не менее, это не приведёт к распаду, к тотальному распаду России и к неконтрольному, ну, к неконтрольевому процессу, что касается ядерного оружия или конвенционального оружия. Да, речь идёт о последствиях и некому роде ответственности. Михаил Михайлович, очень важное заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. И, среди прочего, он сказал о том, что, по сути, защитник Украины сегодня полностью готова к контрнаступлению. Однако, ещё не время. Почему не время? Чего не хватает? Вы знаете, это же ведь не какой-то процесс, который должен начаться, знаете, как чемпионат мира или чемпионат Европы, или там Олимпийские игры какой-то дате и закончится какой-то дате. Это же война. Это полноценная война, объёмная, большая. Опять же, это даже не специальная какая-то маленькая операция и так далее. Это большая война, которая требует одновременной подготовки гигантского количества ресурсов, резервов, ну и, соответственно, слаживания всего этого, построения обеспечительных баз полноценных, логистических центров полноценных, ремонтных баз. Ну, то есть, грубо говоря, у нас продолжается накопление, мы с этого начали, у нас продолжается накопление снарядное, у нас продолжается переговорный процесс по дальнобойным ракетам, мы хотим их получить и так далее. То есть, у нас увеличенные поставки бронетехники продолжаются, у нас продолжается поставка комплектующих, артиллерии в том числе, то есть, процессы накопления, процессы слаживания, процессы конструирования логистического, эффективного логистического обеспечения, в том числе топливного обеспечения. Ну, соответственно, изучение того, что происходит у России по линии фронта, имеется в виду перемещение их резерва, перемещение их ресурса, все это требует дополнительной подготовки. Президент говорит здесь очень важную фразу, он говорит, смотрите, в любом случае деоккупация будет, в любом случае мы будем двигаться в рамках наступательных сценариев вперед, потому что война не может зависнуть на том уровне, где сейчас, война не может там остановиться, это мечта, конечно же, России подвесить эту войну, то есть заморозить конфликт как таковой. Президент в этом абсолютно объективен, мы будем двигаться вперед, потому что от этого зависит дальнейшее развитие собственно войны как таковой и выход на правильную финализацию. Но президент при этом делает оговорку, очень важно накопить такой объем ресурса, чтобы максимально минимизировать возможные потери. Это чрезвычайно важно. То есть, грубо говоря, вот если получается нам поднакопить те же ракеты определенной дальности, это существенно повлияет на ход наступательных операций. То есть, грубо говоря, это позволит дальше зайти, более разрушительно отработать позиции российские и, соответственно, опять же, уменьшить количество прямого непосредственно боевого контакта как такового между нашими военнослужащими и субъектами, которые находятся в рамках российской армии. Вот эта задача номер один. То есть президент объемно смотрит на войну, ресурс, объем математически выверенный, подготовка психологическая, слаживание оптимальное, логистическое обеспечение. И, соответственно, когда все эти компоненты в полном объеме готовы, ну, естественно, уже дальше генеральный штаб определяет направление, приоритетные направления, приоритетные календарные даты и так далее. Да, вот контрнаступление еще не началось, готовится Украина к нему. А, например, Пригожин, один из главных военных преступников, уже вовсю буквально вопит о том, что Украина контрнаступает. Мне интересно узнать. Ведь Пригожин необычный преступник, он такой специфический. Найдется ли ему место вот в тех разрушительных процессах в России, о которых вы сказали чуть-чуть ранее, доживет ли он до этого? Потому что в последних своих обращениях он уже, кажется, даже на Путина лично посягает, называет его дедушкой, ну и подкалывает по-разному. Вы делаете хорошую оговорку, если доживет. В чем сомнения с каждым днем увеличиваются. Все, что, если говорить серьезно, все, что заявляет Пригожин, не является и важной информацией. Это вся информация, которая имеет отношение к внутреннему конфликту между, собственно, Пригожиным, но и представителями военного руководства Министерства обороны и генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Безусловно, Пригожин сегодня избавлен доступа, лишен доступа к ресурсам, к мобилизованным, к зэкам тем же, лишен доступа к армейским ресурсам. Безусловно, он находится, по сути, опять же, в статусе, скажем так, штрафного батальона, вокруг которого находятся заградительные отряды Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, у Пригожина постепенно перекупают более-менее боеспособных командиров, которые переходят на работу в другие частные военные компании. Таким образом, Пригожин постепенно теряет и влияние, и силу, и, собственно, кадровый потенциал. И, конечно же, все это для него закончится чрезвычайно печально. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Насколько эффективно он воюет, на мой взгляд, ЧВК «Вагнер» была наиболее профессионально подготовлена, ну, за исключением специальных частей, частей спецназа, которые тоже имелись в российской армии, остатки, которые имелись. И, соответственно, это неплохо, что есть конфликт между Минобороны и ЧВК «Вагнером». Другой вопрос, и я тут рекомендую все нам достаточно спокойно относиться в любом случае к его заявлениям, потому что они могут быть частью большой информационной игры, в которой в том числе и он принимает участие. Да, часть его фраз рассчитана на внутреннюю аудиторию и является следствием прямого конфликта с тем же Шойгу и Герасимовым, но часть его риторики — это попытка повлиять на наше ощущение того, что происходит и в Бахмуте и того, что происходит в принципе по Донецкой части линии фронта. На мой взгляд, мы должны больше ориентироваться на заявления нашего генерального штаба, на заявления наших оперативных командующих, если говорим о Донецком направлении, то на заявления того же господина Сырского, ну и, конечно же, мы должны ориентироваться на заявления господина Зеленского, который, я еще раз подчеркиваю, на мой взгляд, это уникальная ситуация, когда верховный главнокомандующий действительно глубоко погружен в детали того, что происходит в этой войне. В целом имеется в виду и обеспечительная часть, и информационная составляющая, и, собственно, непосредственно те действия, которые происходят на линии фронта. Ну да, война — это искусство, поэтому максимально креативный подход к этому процессу приветствуется. Михаил Михайлович, спасибо большое, спасибо за комментарии, спасибо за оценку ситуации. Михаил Подоляк, советник главы офиса президента, был с нами на прямой связи. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok